Еще раз всем добрый вечер, всем кто нашел время и желание присоединиться к нам, не дожидаясь того, как наш выпуск появится где-нибудь в интернете. А мы приступим к нашей более-менее стандартной программе, за исключением небольшим. Мне удалось несколько графиков изменить, поставить несколько графиков, которые я сделал примерно час назад. То есть более-менее актуальная ситуация. Рассмотрим ее в процессе нашей встречи. Но вообще вы обратили внимание на то, как резко рынок развернулся, практически дойдя до точки, в которой можно было предположить разворот. Некоторые индексы именно в такой точке и развернулись. И мы сейчас к этим индексам подберемся. В придачу ко всему, конечно, проблема, собственно говоря, то, что толкнуло рынок, это два момента. Момент первый, это то, что деньги, на которые, видимо, все рассчитывали, не появились на рынке. Вернее, понятно было, что они не появятся. Было объявлено уже об этом, что повторение программы QE2 в виде QE3 или какой-то там еще разновидности ее не будет. А экономические показатели продолжали ухудшаться и, собственно, последним, так сказать, толчком или наоборот первым толчком послужили данные о безработице и о занятости, которые, так сказать, все хуже и хуже. Хотя, на самом деле, если мы рассмотрим весь комплекс экономических показателей, то там как бы по всем фронтам видно ухудшение, которое совершенно не оправдывало вот этот взлет последних двух недель. И единственное, чем можно было объяснить, вот цифры, которые я показывал, как увеличивается количество наличности на рынке. Я, кстати, хочу уточнить, вот те данные, которые у нас были в рассылке, они публикуются с задержкой на две недели. То есть, фактически, мы видим данные конца прошлого месяца, но деньги все равно не мгновенно поступают на рынок. Есть какая-то, так сказать, задержка. Вот в последнюю неделю июня количество наличности увеличилось вообще на, по-моему, на 70 миллиардов долларов. То есть, за две недели увеличение наличности составило 100 миллиардов, что цифра совсем не маленькая, если учесть, что программа, вся программа QE2 составляла 600 миллиардов. И была рассчитана вот больше, чем на полгода. То есть, все эти деньги, которые вылились в рынок, неизбежно привели к тому, что дешевые доллары потолкнули рынок вверх. Вот если мы посмотрим на графики, я сейчас быстро хочу пройти по графикам основных индексов и попытаться проанализировать тенденцию в целом, более-менее долгосрочный прогноз попытаться составить. Мы видим, что Dow Jones, в принципе, поднялся чуть-чуть выше линии тренда и остановился. Вот четко видите, как он останавливается на уровне Fibonacci и опускается. Сегодня он фактически опустился вновь, закрылся внутри вот этого нисходящего канала. Но еще раз нужно подчеркнуть, что до тех пор, пока держит вот эта сиреневая линия, и мы видим ее на всех индексах, в целом рынок сохраняет тенденцию к росту. Я это подчеркиваю потому, что вот тот, кто готовится, так сказать, играть на понижение, торговать на понижение, должен понимать, что в любой момент, пока рынок в целом растет, пока у него долгосрочная тенденция к росту, вот возможны развороты вверх. Причем так человеческая психология устроена, что людям гораздо легче живется, когда рынок растет, и они легче, так сказать, поднимают рынок. То есть тенденция к росту в целом всегда более такая стабильная, чем тенденция к падению. Вот транспортный индекс, он, собственно говоря, первым пока добрался до вершины и развернулся вниз, подав, в общем-то, сигнал к тому, что за ним последует и весь рынок. И разворот его был гораздо более сильным, чем остальные индексы. Можно обратить внимание также вот еще на что. На индексе относительной силы сформировалось отрицательное расхождение. На MACD мы этого не видим, ну или, по крайней мере, пока не видим. Но это уже первая ласточка того, что индекс перегрет и приближается к серьезному развороту. Полупроводниковый индекс еще раньше добрался до вершины. Вот видите, это линия, это красная линия, это линия сопротивления нисходящего тренда. Вот построена параллельно этой синей. Видите, он добрался, в общем-то, на день раньше остальных и тут же уже развернулся. Вот, ну, на самом деле, про него, в общем-то, больше нечего сказать, кроме того, что, вот, еще раз подчеркну, что индекс в целом указывает на то, куда пойдут более тяжелые технологические акции NASDAQ. А за NASDAQ, как правило, следует и SPX. Вот, но здесь мы видим, вот, мы видим индекс компаний малой капитализации. Вот, он фактически поднялся к линии сопротивления горизонтальной и тоже остановился и начал разворачиваться вниз, вот, еще накануне. Вот, но сейчас я хочу перескочить, сейчас быстро хочу перескочить, а потом вернуться. Вот, вот, к этому разделу, я попытался проанализировать, что, вообще говоря, происходит на рынке, имеем ли мы дело с каким-то, вот, временными колебаниями или более такой долговременной тенденцией. Первое, обратите внимание, это недельный график, и построен он, вот, я использовал здесь, что не часто делаю, логарифмическую шкалу. И здесь мы видим две интересных вещи. Ну, во-первых, вот, формирование медвежьего клина, который, один из них уже был пробит, вот, синие сплошные линии формировали медвежий клин, и мы видим, что он был уже пробит. Вот, индекс опустился и сформировал вот еще одну линию поддержки, и мы видим еще один медвежий клин. Вот, вот, красная штриховая линия, и вот эта синяя линия, новая линия поддержки, вновь образуют медвежий клин. В общем-то, для того, чтобы этот клин, так сказать, был действительно клином, индекс должен подняться еще раз до вот верхней границы, и после этого вернуться, так сказать, пытаться пробить линию поддержки. Обратите внимание, в любом случае у нас есть, как бы, несколько линий поддержки восходящего тренда. Вот линия, которая начинается от марта, нет, марта, я извиняюсь, от июня 10-го года. Вот одна, точнее, две таких, одна вот эта синяя сплошная, вторая синяя штриховая, и линия, которая идет вот от марта 9-го года. Вот такой очень широкий ценовой канал, скажем так, до тех пор, пока индексы не опустились до, и не пробили эти линии поддержки, в целом мы можем рассматривать рынок, как рынок восходящий. Но нужно обратить внимание на накопление медвежьих тенденций. Первое, вот она хорошо видна на индексе относительной силы, который формирует вот эту нисходящую линию тренда. Перекупленность по всем индикаторам, как АРУН, так и стахастики перекуплены, что неизбежно вот ведет к накоплению такой тенденции к снижению. К снижению, или может быть даже падению, произойдет ли такое падение, вот скажем, на наших глазах в ближайшие дни. Вот здесь недельный график, но уже другой, построенный по методу РЕНКа. Мы некоторое время назад обсуждали его. Недельный график, как мы видим, показывает, что созрела тенденция к снижению. В чем это заключается? Вот мы видим очень четкое отрицательное расхождение между графиком и гистограммой МАГДИ. Нужно обратить внимание, что речь пока идет о гистограмме, а не о самом графике МАГДИ. Здесь очень важная точка, которая обведена вот этим красным эллипсом с красными вопросительными знаками. Что здесь важно? Вот пересечение. Пересечение вызовет относительно продолжительное, или точнее, она не вызовет, она будет индикатором, начала относительно продолжительного снижения. И в первую очередь, если этому будет предшествовать отрицательное расхождение на самом графике, тогда мы можем говорить о том, что рынок входит в медвежью фазу. На данный момент у нас нет никаких оснований утверждать, что рынок вошел в медвежью фазу. Хотя, так сказать, предпосылки для этого мы видим, что зреет. Первая предпосылка – это отрицательное расхождение на гистограмме. Если мы проанализируем графики, сравнив их с тем, как рынок вел себя в седьмом году, мы увидим, что в целом индикация очень похожа на лето седьмого года. То есть, когда уже зрело накапливалась индикация к развороту, но был еще один последний всплеск, и рынок развернулся фактически в октябре. Первая разворотная точка, первый разворотный сигнал поступил вот здесь фактически, он был в октябре. И ему предшествовало отрицательное расхождение на графике, видите, это красная черта, на графике МАГДИ и на графике цены. И еще один график, такой построенный для прогноза, это график, здесь сведены несколько инструментов Фибоначчи, которые показывают вот такие потенциальные, скажем так, контрольные точки. Ну вот мы видим в этой точке, где как раз индекс развернулся, накладывались два луча веера, построенные как бы из разных точек. И в этой же точке проходил один из уровней Фибоначчи. Вот эти красные линии, это уровни Фибоначчи, построенные от, вернее, скажем так, вот синие линии, это уровни Фибоначчи, построенные от максимума седьмого года к минимуму девятого года, а красные, вот построенные от одной трети, вот это первая группа, и до вот этого максимума. Мы видим довольно четко, как рынок останавливается вот на точках пересечения различных инструментов Фибоначчи. Куда, в принципе, он может пойти? Где у него потенциальные другие контрольные точки? Скажем так, две точки. Первая область, я сейчас это обведу цветом, я думаю, красный цвет вполне будет подходящий. Первая, собственно, я бы сказал, что вот эта вот область вся, это та область, за которой нужно внимательно-внимательно следить, вот в районе 1225. Здесь может быть довольно сильно падение. Видите, здесь одновременно проходит несколько периодов Фибоначчи, несколько лучей веера и одновременно уровень Фибоначчи. То есть очень-очень такая большая вероятность того, что именно в этой точке может произойти разворот. И обратите внимание, что если мы построим, скажем, вот так тенденцию сюда, то она также может привести в эту точку. Разумеется, может не означает, что она действительно в эту точку приведет, но именно в этой точке наибольшая вероятность снижения, именно снижения до этой точки. И это интересно вот чем. Обратите внимание, это начало августа. Начало августа, может быть, самый конец июля. Что здесь интересно? Интересно тем, что именно в начале августа должно быть принято решение, собственно, что делать с американским государственным долгом. Будет ли объявлен технический дефолт или будет найдено решение, будет поднята планка госдолга и каким-то образом финансовая система выкрутится. Потому что если решение не будет принято, то фактически что это будет означать? Будут прекращены выплаты по американскому внешнему долгу, фактически по гособлигациям. Будут прекращены или урезаны всевозможные государственные социальные программы, там в виде медицинские программы всевозможные. Будут урезаны каким-то образом программы помощи безработным, зарплата госслужащих и так далее, и так далее. В общем, ситуация, мягко говоря, очень плохая. И которая сама по себе. То есть попросту не будет денег у людей. В виде зарплаты, соответственно, люди не будут покупать и экономика попросту перейдет в пике. Я не думаю, что дадут этому случиться. Какое-то решение будет принято. И вот как раз снижение к этой точке, когда должно быть принято решение, и говорит, что в этой точке может быть потенциальный разворот. То есть сюда может рынок опуститься, а потом снова начать расти, когда вдруг на радость всем будет какое-то принято решение, появятся деньги, и рынок может вновь начать расти. Вот куда он может начать расти? Вот эта точка. Сейчас мы ее закрасим. Вот эта вот область, где мы опять же видим пересечение нескольких инструментов Fibonacci, вполне вот такая логичная точка, куда рынок может продолжить рост. Если прибавить линию тренда, посмотреть, куда она может пойти. Давайте возьмем вот отсюда. Она в принципе тоже вот сюда примерно может выйти. Смотря как ее строить. А строить так, вот она точно сюда приходит. Пересечение инструментов Fibonacci. Вот это все как бы вместе может создать предпосылки для разворота в этой точке. И в этой же точке вполне возможно сформируется то самое отрицательное расхождение, которое мы на данный момент не видим. Поэтому в качестве вот такого заключения я хочу сказать, что вероятность, большая вероятность того, что рынок пойдет вниз в эту точку, давайте как стрелкой нарисуем. А после этого пойдет вот в эту точку. Скорее всего это будет точно так же, как и сейчас не прямолинейный процесс, а вот такие колебания. И это, кстати, очень согласуется, обратите внимание, с волновой теорией. Мы видим здесь трехволновую такую корректирующую тенденцию. То есть коррекция, если верить, так сказать, теории Эллиота, состоит из трех, так сказать, волн. Вот была первая волна, вторая волна и третья волна, вот которая может привести вот сюда. Вот обратите внимание, что кроме всего прочего, здесь еще и очень сильная линия сопротивления, поддержки. В общем-то, есть и другая линия, которая вот здесь проходит. Вот эта линия может привести к тому, что рынок остановится чуть-чуть раньше этой точки, о которой я говорю. Но главное не столько точка, сколько вот эта область, за которой нужно пристально следить. А сейчас давайте вернемся графиком. Вот я как отдельно при случае объясню, что за синие сплошные штриховые линии я нарисовал, но чуть позже. А сейчас просто это более крупно. Мы видим SPX, дневной график. Мы видим, как в принципе он приближается уже к точке потенциального разворота вот здесь и какой-то некоторой коррекции. Насколько сильная будет коррекция, насколько она будет сильная не только с точки зрения падения цены, но и с точки зрения объемов, на которых будет происходить. Мы увидим чуть позже. Но самое главное, на что нужно сейчас обращать внимание, когда мы будем искать точку, где рынок может остановиться, это вот первое, это линия сопротивления тренда. Вот видите, это линия синяя. Вот. И где у нас эта область может быть? Давайте я отмечу зеленым. Она может в общем-то быть примерно вот в этой области. Обратите внимание, здесь совпадение линии тренда. Здесь вблизи проходят уровни Фибоначчи. И вполне возможно, что двухсотдневная средняя, вот эта красная линия, она также придет примерно в эту область. дневные графики я успел построить примерно уже полтора часа назад. Обратите внимание, что происходило. Если, это часовой график, если вот накануне мы видели только формирование, в конце недели формирование медвежьего клина, и этот медвежий клин. Так, это мне не нравится цвет, он не подходит. Нарисуем его красным цветом. Вот здесь формировалось отрицательное расхождение вот видите на индексе относительной силы и на МАГДИ. Корица сам технический анализ велел рынку здесь развернуться, и он очень успешно индекс пробивает линию сопротивления, линию поддержки вот этого медвежьего клина, и падает. Вот этот небольшой рост в конце предыдущего торгового дня сформировал не что иное как медвежий флаг. Классический медвежий флаг, после которого мы видим продолжение падения. Вот этот рост мы видим классическое опять же формирование пяти волновой траектории. Именно здесь заканчивается пятая волна и начинается собственно говоря корректирующее падение. пока что падение происходит в пределах восходящего ценового канала. Будет ли он пробит и пойдет ли индекс вниз увидим чуть позже, но пока обратите внимание в целом краткосрочные индикаторы показывают, что он уже находится в перепроданности поэтому возможен некий кратковременный подъем, но такие более медленные индикаторы вот очень важный для индикации изменения тренда это 144 четырехчасовой индикации вот так вот здесь и здесь просто обратите внимание они всегда показывают в конечном счете изменения тренда скажем вот в этой области вот здесь была индикация изменения тренда хотя в данном случае скажем мы видели начало показывал Арун а 144 часовой индикатор уже его фактически подтверждал что это не просто всплеск а тренд изменился вот интересно выглядит 10-минутный график ну естественно мы видим здесь тот же самый пробой мы видим здесь более такой узкий более быстрый что ли медвежий клин который был пробит и вслед за ним был пробит пробита линия поддержки тренд фактически здесь разворачивается мы здесь видим что сформировался вот внутри того восходящего канала о котором мы говорили сформировался узкий нисходящий одновременно в общем-то формируется бычий клин продолжится формирование бычьего клина или нет мы опять же увидим чуть позже но обратите внимание 10-минутный график уже перепродан по всем индикаторам то есть уже вот сейчас в данный момент начинает накапливаться сила которая толкнет рынок вверх я сейчас сейчас было как раз интересно посмотреть на то как ведет себя в данный момент индекс волатильности но здесь мы просто видим классическую картину которая собственно мы раньше отмечали что индекс волатильности опускался ниже нижней полосы боллинжера и закрывался внутри что было индикатором обратите внимание практически за неделю он показывает давал индикацию разворота рынка начала снижения здесь мы собственно это и увидели то есть вот та индикация которую мы видели сработала фактически вот сейчас сейчас я хочу перескочить вот на тему сказать доллар основной доллара пожалуй он интересен сам по себе особенно если кто-то торгует одновременно и на форексе обратите внимание что происходило с долларом доллар опускался довольно долго и фактически сейчас после длительного снижения которое началось год назад фактически происходит консолидация вот в виде вот этого треугольника первая консолидация которую мы видим одновременно здесь формируется восходящий канал и консолидация в более широком треугольнике до него конечно нужно еще добраться я имею ввиду вот этот треугольник до него цена еще должна дойти что вообще говоря не очевидно потому что все зависит от того что какая политика монетарная будет проводиться начиная с августа и мы видим что как раз контрольная точка для доллара она также приходит вот на начало августа но в целом доллар так сказать подавал признаки роста как минимум кратковременного вот забегая вперед я хочу сказать что есть очень интересное противоречие наблюдается между доллар вернее доллар и золото очень редко наблюдается такая картина когда растут одновременно и доллар и золото то есть создается впечатление что доллар растет потому что ожидается что вот эти программы всевозможные печатания денег не будут продолжены а золото растет потому что в целом падает доверие к доллару как платежной системе раз и во вторых доллар скажем так и доллар и акции перестают быть ну вот таким убежищем рынок не знает куда пойдет куда пойдут акции куда пойдет доллар и вкладывают деньги в то что считают наиболее надежным то есть в золото в целом мы видим вот это колебание которое было в конце недели и доллар вообще говоря в рамках вот этого нисходящего коридора формировал медвежий клин небольшой с небольшим вот здесь видно небольшое отрицательное расхождение но при этом у него формировалась вот тенденция как бы вверх есть и фактически вот здесь мы тоже видим формирование тенденции к росту и по стахастикам доллар тоже находится на часовых графиках показывает на потенциальный рост вполне возможно кратковременное по крайней мере продолжение роста доллара здесь мы видим тоже интересная картина доллар консолидируется вот в рамках здесь пока трудно сказать какая из фигур победит здесь мы видим с одной стороны консолидацию вот в рамках этого треугольника который может привести к брейкауту на какой-то момент но с другой стороны есть консолидация в рамках вот такого клина какая из фигур скажем так победит увидим в ближайшее время но в целом накапливается тенденция к тому что доллар через какое-то время видимо снова начнет снижаться вот обратите внимание на отрицательное расхождение между вот этими максимумами и максимумами на MACD и перепроданность по стахастикам показывает что доллар в в очень так в ближайшей перспективе может остановиться и начать снижаться вот но сегодня все металлы я смотрю все металлы падали и медь была не исключением собственно об этом мы писали что медь уже попала вот здесь она попадает в перекупленность вот почему мы обращаем внимание на медь просто посмотрите насколько она опережает в целом поведение рынка и что самое интересное совпадение картины скажем той которая была вот во время начала предыдущего роста и сейчас очень так сильная аналогия скажем вот между вот этой частью и вот этим периодом вот скажем обратите внимание вот этот период и этот выглядит очень одинаково одновременно как бы пробой треугольника который мы видели похож на пробой который был в этой точке ну и собственно остальные индикаторы указывают на аналогичную картину вот с той лишь разницей что есть некое вот такое опережение на месяц в целом многие рассматривают медь именно как такой опережающий индикатор в силу ее широкого использования в промышленности и за этим индикатором стоит очень внимательно следить когда медь может развернуться к новому росту обратите внимание вот на эту точку вот эта точка очень важна мы видим здесь совпадение как уровня фибоначи так и линии тренда линия тренда уже пробита и очень часто рынок индекс акция возвращается чтобы тестировать пробитую линию сопротивления вполне вероятно что именно сюда опустится медь цена на медь и здесь нужно будет слить как она поведет себя дальше обратите внимание это где-то недели за две до начала августа до начала того момента о котором мы раньше говорили того момента когда рынок может развернуться то есть опуститься до этого момента иначе и развернуться перейти в относительно продолжительный рост который может занять месяца два нефть нефть я думаю сегодня как и все материалы снижалась но обратите внимание что она в целом приблизилась вот к такой точке из которой она может начать новый этап роста не очевидно что этот рост продолжится до скажем предыдущего максимума возможно этот рост будет более кратковременный и сформирует вот некий фигуру голова плечи но вот формирование вот этого бычьего клина с одновременным положительным расхождением и собственно переход всех стахастиков всех индикаторов в зону роста показывает что нефть может еще немного вырасти хотя не исключено что все меры которые принимались для того чтобы уменьшить инфляцию на каком-то этапе ударят именно по нефти сегодня по-моему нефть снижалась очень сильно порядка полутора двух процентов вот интереснее по-прежнему интереснее ведет себя газ потому что он формирует такую четкую тенденцию к росту и опять же в тот момент когда рынок развернется в рост акции фирм которые добывают газ могут резко возрасти обратите внимание вот он формирует сформировал два минимума он тестирует вот эту пробитую линию бывшую линию сопротивления и одновременно сформировалось положительное расхождение на гистограмме МАГДИ он очень сильно перепродан вот и кажется ему сама судьба дойти может быть до вот этой точки и начать из этой точки расти а потенциал роста у него опять же очень большой до линии сопротивления тренда вот и золото про которое я говорю что оно ведет себя немножко странно в том смысле что растет одновременно с долларом хотя нормальное поведение золото снижается всегда когда доллар растет но пока перейдет ли она в рост или нет рано говорить мы должны обратить внимание вот на поведение МАГДИ в этой области потому что здесь видно четкая линия сопротивления нисходящего тренда и на поведение индекса относительной силы вот здесь по аналогичной причине в целом золото вот как мы видим оно переходит в рост на полном стахастике и на медленном стахастике и перешло в рост на индексе относительной силы что говорит что в целом есть очень большая вероятность того что золото продолжит свой рост серебро практически вело себя так же как и золото обратите внимание на пробитую линию сопротивления и на формирование тенденции на индексе относительной силы и на МАГДИ одновременно с формированием положительного расхождения трудно сказать сможет ли подняться серебро до того спекулятивного пика который был сформировался в августе но потенциал для тех кто торгует металлами по всей видимости есть и здесь вот и сейчас я хочу перейти к последней части это акции которые по нашему мнению могут сделать хороший прорыв некоторые возможно в самые ближайшие дни могут совершить такой прорыв некоторые скорее всего будут ждать до изменения тенденции но вот это накопление силы прорыва наблюдается уже сейчас первая акция это вот это ее тикеры меня просили отдельно писать что здесь как бы интересно интересно в принципе две вещи вот колебания видите формирование очень такой длинной очень продолжительной линии сопротивления в течение где-то уже месяца акция пытается так сказать эту линию сопротивления преодолеть она вообще говоря вот обратите внимание появляются признаки роста они пока как бы накапливаются фактически вот это вот формирование мы здесь видим верфи Боначчи и видно что вот второй его же луч здесь пробивается и еще один момент на который стоит обратить внимание я на части графиков указывал это есть такое понятие наверное вы с ним знакомы short squeeze оно означает резкий всплеск цены когда происходит закрытие коротких позиций обратите внимание на то что вот к началу в конце недели количество опций пут акций которые шортили практически совпадало с дневным объемом и закрытие этих шортов должно быть сегодня завтра буквально в самые ближайшие дни и закрытие шортов если акция немного подымется может просто привести вот к такому всплеску цены это не значит что акция развернется и начнет расти но сам всплеск может быть достаточно сильным потому что очень большое количество открытых коротких позиций вот еще одна акция которая характеризуется тем же самым то же самое явление огромное количество коротких позиций остается очень мало времени для их закрытия это акция рим и очень очень похожая картина мы видим вот эту консолидацию и сегодня я на нее смотрел она снижалась снижалась как раз дали вот этой синей линии поддержки но в целом вот очень важно смотреть на то как она поведет поведет себя дальше то есть не не исключено что те кто открывали короткие позиции им так сказать повезет и будет пробита эта линия сопротивления но поскольку осталось очень мало времени до закрытия коротких позиций вот этот падение возможно будет очень коротким а возможно его не будет вообще и акция пробьет в эту красную линию сопротивления и пойдет вверх по крайней мере сделает резкий скачок вверх именно из-за закрытия коротких позиций третья акция здесь больше интересно представляет именно как акцию которая есть потенциальный пробой вот если в целом рынок развернется вверх у нее не было этого вот эффекта большого количества открытых коротких позиций но обратите внимание она уже очень долго пытается находится у линии сопротивления одновременно эта линия наклонная сопротивления также приходит в эту точку в целом мы видим на стахастике индикаторы роста мы видим на денежных потоках индикаторы роста потенциал роста такого скачка скажем так у этой акции это вот точка где пересекаются средняя линия и линия 50-дневная средняя если мне память не изменяет у нас 50-дневная синяя пунктирная да и экспоненциальная средняя это у нас 43-дневная самая медленная обратите внимание кстати что как правило в качестве экспоненциальных средних мы используем вот не те стандартные значения которые предлагают обычные торговые платформы а используем те которые основаны на числах фибоначчи потому что они как раз отражают то собственно что такое средняя линия это то как рынок как трейдеры смотрят на акцию считают ли они что акция дорогая или что акция дешевая и как быстро они меняют свое мнение а поскольку мы говорим обо мнении трейдеров о их оценке психологической оценке акции то нет ничего лучше чем использовать и правильнее не какие-то округленные числа которые взяты скажем продолжительность торгового дня или торговой недели а именно числа Fibonacci так это у нас была акция SMSI вот и последняя акция здесь в принципе аналогичная или очень похожая ситуация ну во-первых формируется восходящий тренд мы видим его на индексе относительной силы мы видим как на быстром так и на медленном мы видим вот формирование индикации роста на многих показателях вот вы можете потом просто графики эти внимательнее посмотреть акция росла вот мы видим этот достаточно продолжительный рост затем она консолидируется в рамках симметричного треугольника и вполне логично что мы можем ожидать в какой-то момент пробой симметричного треугольника вот я примерно зависим конечно от того где именно будет происходить пробой по так сказать правилам оценки вот куда акция может пойти после пробоя вот нарисовал эти зеленые штриховые линии мы видим мы видим потенциальные так сказать ценовую куда цена может дойти и плюс обратите внимание также что вот это так называемый short interest то есть количество открытых коротких позиций превышает почти вдвое количество акций которые были в торговле вот в последний день и вот это число показывающее как скоро нужно закрывать эти короткие позиции также достаточно достаточно так сказать маленько то есть если будем говорить так не произойдет чего-то из ряда вон выходящего то трейдеры которые играли на понижение будут вынуждены быстро закрывать короткие позиции соответственно цена может резко подскочить и мы на этой акции можем увидеть вот то что называется short squeeze в данном случае в отличие от предыдущих акций где возможен скачок и с последующим откатом здесь мы видим классический брейкаут то есть мы видели восходящий тренд консолидация после тренда пробой линии сопротивления фигуры консолидации который может привести нас грубо говоря за две недели вот примерно так сказать на этот уровень здесь на графике трудно увидеть куда но это порядка порядка наверное 20-30% потенциальный рост это у нас была акция ве 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 тиви вот скажем так это то что на сегодня я хотел обсудить я надеюсь что вы получаете вовремя рассылки с акциями с графиками и с анализом и вот небольшое по этому поводу объявление возможно просто из-за ряда организационных причин по ряду организационных причин в следующий раз и возможно в несколько следующих недель мы будем посылать только акции только графики без каких-либо комментариев но чуть-чуть раньше и на самих встречах мы будем уже обсуждать в деталях возможно мы просто сделаем даже саму встречу чуть-чуть длиннее потому что у вас не будет перед глазами обсуждения анализа графиков вот и скорее всего очень-очень большая вероятность скажем так я бы сказал 98% что и вот через 2 недели это у нас будет что где-то 26 наверное число вот наша встреча наш вебинар может не состояться просто я скорее всего буду вот в этот день очень далеко от интернета вполне возможно что мы просто вместо понедельника сделаем это во вторник и как раз ближе к концу месяца это может быть даже будет более интересно потому что именно к концу месяца вот мы ожидаем интересную динамику рынка определение до какой точки рынок сможет опуститься и сможет ли он из этой точки начать расти дальше потому что если вот тот анализ который на сегодня мы пытаемся сделать верен то мы можем увидеть с конца июля начало августа достаточно продолжительный рост где-то вот в области 1440 1450 для SPX вот на этом я свой монолог заканчиваю если есть вопросы я с радостью отвечу в в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...